МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В театре «Глобус» – драма. Слухи об увольнении директора взбудоражили и труппу, и общественность. Закулисные интриги. Министр культуры приехал в молодежный театр с разъяснениями. 3 декабря стекает срок уплаты имущественных налогов. Дело хозяйское. Заплатить за квартиру, землю, машину – обязанность, но есть и права на льготы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Календарная зима пришла в Новосибирск. Хотя и последний месяц осени тоже позволил насладиться всеми зимними радостями. От мороза до оттепеля, от гололидицы до растаявшего снега под ногами были и ясные дни, и пасмурные, с обильными осадками. Начало зимы пока стойких морозов не предвещает. Морозы усилятся 2 декабря до 23-28 и местами до 33 градусов морозы. Затем наступит коротковременный период ослабления морозов 3-го числа, но 4-го, 5-го числа есть вероятность того, что морозы могут еще усилиться до 25-30 и местами до 35 градусов морозы. Зато холодная и снежная погода позволила в этом году открыть катки и разбить лыжню без промедлений. Уже работает каток на стадионе «Спартак», на Рымском сквере, на стадионе «Чекаловец». Посетителей намного раньше, чем в прошлом году, ждут и горнолыжные склоны. Есть у морозов и плюс. Во время похолодания вероятность обильных снегопадов снижается. С последствиями обильных осадков прошлых выходных в городе борются до сих пор. И если по дорогам можно проехать, то в некоторых дворах машины ввязнут в снегу. А вот пешеходы не могут без опаски пройти по скользким тропинкам. Мэр даже попросил новосибирцев жаловаться на бездействие обслуживающих организаций. В результате больше тысячи адресов, где дворников и технику не видели. Жители хватаются за голову в то время, как обслуживающие организации должны взяться за лопатой. Александр Сульдин о борьбе со снегом в масштабах города. В прошедшие выходные в Новосибирске выпала двухнедельная норма осадков. Снег шел и первые дни недели. Для городских служб – настоящее испытание. Транспорт не встал, но каждый день пробки. За первые сутки снегопада на улице вывели четыре сотни спецмашин. Начальник городского управления благоустройства работу дорожников оценивает удовлетворительно. Считаю, что наши дорожные учреждения, имея то, что они имеют в виде ресурсов, техники и людских ресурсов, справились со снегопадом. Обращаю внимание, что за неделю дорожно-транспортных происшествий с ранеными и погибшими 14 штук зафиксировано на территории города. Это ниже даже летних показаний. С улиц вывезли почти полторы тысячи самосвалов снега. На дороге высыпали более трех тысяч тонн противогололедной смеси. Для уборки магистралей пришлось задействовать тракторы, которые обычно чистят тротуары. Техника шевелится, видно ее, как она работает. Конечно, нет предела совершенству. Но и требовать, условно говоря, чтобы сейчас выходили сотни тракторов, водили. Мы прекрасно понимаем ситуацию в городе. Поэтому, да, конечно, есть проблемы. Но у тебя не же решается жить. Чистят дороги. Чистят медленно, но чистят. Ну, все хорошо. Просто неожиданно снег выпал. А вот во дворах машины буксуют. Во вторник Анатолий Локоть обратился к новосибирцам в социальных сетях с просьбой сообщать конкретные адреса дворов, где не справляются с уборкой. Эти посты собрали более тысячи комментариев. Сто лет его два. Двор не чистился еще ни разу. Объединение 52. Все печально. Снег не убирается. Среда, середина дня. На объединение 52 видно, что по дороге прошел трактор. Николай Васильевич, старший по одному из подъездов, такой уборкой недоволен. Вчера приехали, почистили. Да разве это почистили? Это просто надо чистить, так и снег увозить. Это вообще от случая до случая. Вот пока без них не напомнишь, они не чистят. За чистоту в этом дворе отвечает управляющая компания ЖКХ «Гарант». Неподалеку зона ответственности «Сибирской инициативы». Здесь проехать тяжело, идти опасно. Легко потерять равновесие. Двор Пастолетова два часа через полтора после того, как мы смотрели комментарии под обращением мэра к новосибирцам в соцсетях. Как видно, дорогу здесь пробили сами машины. И ходить тут в скользкой обуви не рекомендуется. Я сам только что в этом убедился. А у соседнего дома целая бригада. Рабочие в спецодежде убирают снег возле подъездов. Мы здесь все в сантехнике. Сантехнике. Просто идем в помощь. Вскоре сантехники с лопатами переходят к дому номер два на Столетово. Пообещали, приедет и трактор. Вечером среды Анатолий Локоть также в соцсетях поблагодарил горожан за сообщение о недочетах. Здесь же первые комментарии новосибирцев. Двор очистили. Однако оперативно справиться с последствиями снегопадов обслуживающим организациям удалось далеко не везде. Конечно, вывозить сотни тонн снега с городских улиц, когда он валит сплошной пеленой в режиме онлайн, невозможно. Это слишком накладно. На каждый двор или внутриквартальный проезд не поставишь по дежурному трактору. Поэтому зачастую горожанам приходилось ждать уборки своих дворов день-два. Многие обслуживающие организации сами видели проблему и по возможности устраняли ее. Некоторым о необходимости поработать приходилось напоминать городским и районным властям. А где-то, как вот здесь, на Гоголя, почти в самом центре Новосибирска, до сих пор ждут трактора. Представители муниципальной жилинспекции за неделю осмотрели почти четыре сотни дворов. Нашли более ста нарушений в их уборке. Многие управляющие компании устранили нарекания. Фотографии очищенных территорий тут же отправляли для отчета. Работу с обслуживающими организациями, на участках которых есть колеи, накаты, сугробы продолжат. Александр Сульдин, Евгений Макаров, Денис Савинский. Новосибирская неделя. Бытовые отходы со следующего года будут не просто вывозить, но еще и сортировать. С 1 января в силу вступают новые правила. Изменится система не в одночасье. С 1 января не во всех дворах появятся сетки для раздельного сбора мусора. Переход к новой системе будет плавным. У нас с вами будет контейнерная площадка, на которой стоит сетка. И житель выносит туда бумагу, пластик, железные банки. Или еще что-то, то, что сортировывается стекло. А органические отходы, так называемые, которые остаются, по сути, и отходы, которые не могут быть переработаны, они пойдут в отдельный контейнер. И тем самым житель, проводя свою работу сам, он будет мотивироваться, что у него, допустим, тариф на вывоз будет меньше. Например, да? Это в идеале. Вот только устанавливать во дворах контейнеры для раздельного сбора мусора или нет, должны решить сами собственники. Сейчас в городе проводят инвентаризацию всех мест, где накапливают твердые коммунальные отходы. Таких площадок, где строят контейнеры для мусора, около 4 тысяч. На третьей есть сетки для раздельного сбора. Новосибирцы ими, по словам экспертов, активно пользуются. То есть идея не новая. И сама система разделяя и выбрасывай существует с 2012 года. Как полностью перейти к сортировке, вопрос пока прорабатывают. Проезд в общественном транспорте с 1 декабря на 2-3 рубля дороже. Билет в троллейбус и трамвай 21 рубль, а вот поездка на автобусе и на метро обойдется в 22 рубля. Новые расценки утвердили в областном департаменте по тарифам. На повышение стоимости проезда настаивали перевозчики. Новые тарифы будут действовать минимум год. Сэкономить при этом тоже можно, если пользоваться пересадочным тарифом и купить новую транспортную карту ЕТК онлайн. При пересадке с троллейбуса на трамвай и наоборот, а также с трамвая на трамвай или с троллейбуса на троллейбус, вторая поездка бесплатная. При условии, что пассажир производит вторую оплату не позже, чем через час, после того, как купил первый билет. Также при пересадке на 29-й троллейбус с метро и наоборот, вторая поездка дешевле наполовину. Еще несколько маршрутов тоже подключены к пересадочному тарифу. Проект «Пенсионеры онлайн» становится еще полезнее. Скоро на этом сайте появится калькулятор льгот. С его помощью пенсионер или другой льготник сможет узнать о всех положенных по закону выплатах и мерах социальной поддержки. Для того, чтобы получить исчерпывающую информацию о сервисе, достаточно выбрать категорию, к которой относится потенциальный получатель льгот. Льготный счетчик или калькулятор льгот или невидимый льгот, у него три названия сформировались. Это проект, который предусмотрен нами для того, чтобы информировать нашу целевую аудиторию о льготах, которые существуют и которые предоставляются государству. Но здесь все дело в том, что льготы носят заявительный характер. Если человек о них не знает, то он не может написать заявление и, соответственно, воспользоваться этой льготой. А так как до 3 декабря в этом году нужно заплатить имущественные налоги, узнать о льготах будет полезно и выгодно. Речь идет о владельцах земельных участков, транспорта и недвижимости. Платить собственники имущества обязаны по закону, но есть и льготные исключения. В том числе и налоговые новшества. О них узнаем у гостя. Приближается 3 декабря срок уплаты имущественных налогов. Какая ситуация на сегодняшний момент? Сколько уже налогов уплачено? Насколько ответственны налогоплательщики Новосибирского региона? Установлен единый срок уплаты имущественных налогов на территорию Российской Федерации. Это 1 декабря. Но в связи с тем, что этот день приходится у нас в этом году на выходной, он перенесен на 3 декабря. То есть еще 3 декабря налогоплательщики могут исполнить свою обязанность по уплате имущественных налогов, не нарушая установленного законодательством срока. В этом году исчислено 3,4 млрд. рублей. Значит, это на 186 млрд. больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день поступило более 2 млрд. 100 млн. рублей. Но еще время у нас, конечно, есть, до 3 декабря. Это чуть более 60% от общей суммы исчисленного налога. На сегодняшний день, конечно, еще многие налогоплательщики не исполнили свою обязанность по уплате налогов. Если речь идет о пенсионере, на какие льготы он может рассчитывать? С 1 января 2017 года льготные категории граждан, к числу которых отнесены пенсионеры, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации. Распространенная, скажем так, категория. То есть, если у налогоплательщиков в собственности имеется земельный участок до 6 соток, то в отношении такого земельного участка налог не исчисляется вообще. Ну и, соответственно, если у налогоплательщика имеется земельный участок, ну, предположим, 8 соток, да, то он уменьшается на величину кадастровой стоимости 6 соток и налог исчисляется с оставшейся кадастровой стоимостью. Ну и в связи с этим, конечно, во-первых, очень многие налогоплательщики вообще не должны оплачивать налог в связи с применением льготы. Ну а у некоторых налогоплательщиков возникает сумма налога, которая составляет не более 100 рублей. А если налога, сумма налога не более 100 рублей, то, соответственно, налоговое уведомление такому плательщику не направляется. И обязанности по уплате налога, соответственно, не возникает. По налогу на имущество федерских лиц. Они также имеют право на льготу по налогу на имущество в отношении жилого дома, квартиры, комнаты, гаража, но только в отношении одного объекта. Ну, например, у налогоплательщика две квартиры, по одной из них он имеет право на льготу. По второй необходимо будет оплатить. И если налогоплательщик не заявил, по какой именно квартире ему предоставлять эту льготу, налоговый орган самостоятельно предоставит ему льготу по наибольшей сумме. И, соответственно, по второму объекту с наименьшей суммой налога необходимо будет оплатить налог. Также существуют льготы по транспортному налогу. То есть такая категория, как пенсионеры, они уплачивают налог в размере 20% от исчисленного налога. Информацию по льготам можно получить на нашем сайте. Сайт, естественно, налог.ру, да, по-моему? Да, да. Чтобы получить льготу, нужно написать заявление. Льгота носит заявительный характер. И если ранее необходимо было вместе с заявлением предоставить документ, который подтверждает право на льготу, то с 1 января этого года этого делать не обязательно. Спасибо за полезную информацию. Спасибо вам. Судьбу директора Театра «Глобус» обсуждали всю уходящую неделю. О смещении с должности Елены Алябьевой в труппе сообщил главный режиссер Алексей Крикливый. 136 сотрудников тут же подписали письмо с просьбой разобраться в ситуации. Направили его губернатору, полпреду президента и руководителю Союза театральных деятелей. Появилась информация, место директора может занять бывший депутат Заксобрания региона и Новосибирского гурсовета Виктор Старков. Это возмутило труппу артисты против руководителя без опыта работы с творческими коллективами. Успокоить всех попытался глава Минкульта, а смене директора речи не идет. «Нет такой вероятности, коллеги. Вот я один раз так резко сделал, да, остальное движение, которое делают, никогда в театре такого делать не будем и ни в коем случае, потому что это творческая составляющая. Мы гордимся своими театрами, мы понимаем, что впереди год театра, и это, естественно, ну зачем». По словам Игоря Решетникова, у министерства есть вопросы к руководству по финансово-хозяйственной части. Собственный доход уменьшается, зарплаты не такие, какими должны быть. Впрочем, на это заявление директор «Глобуса», до этого находившаяся в стороне от конфликта, ответила публично. Елена Алябьева написала открытое письмо и в нем по пунктам ответила на каждое критическое замечание. Мини-пиги или карликовые свинки помогают бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На животных специалисты клиники Мишалкина уже испытали искусственное сердце. Прибор работал 6 часов без перебоев, результат по медицинским меркам отличный. За это время тромбы не образовывались, а эритроциты не разрушались. Проводят и еще одно важное исследование – испытывают протез легочного клапана. Он поможет детям с врожденным пороком сердца. В мире есть аналоги, правда, со временем на них появляются отложения кальция, и клапан перестает работать. Изобретение новосибирских врачей прослужит дольше. Делают клапан из вены быка, причем без швов. Опасный кальций в таком случае не накапливается. Можно смоделировать протез так, чтобы увеличить их кровоток. В замене легочного клапана ежегодно нуждаются 5000 детей. Именно столько по статистике рождается ежегодно с пороком сердца. С теми несовершенными протезами, которые устанавливают сегодня, ребенку уже через некоторое время опять нужна операция. Разработка новосибирских врачей долговечнее, но менять клапан все же придется, хотя и не так скоро. Он же не растет, а ребенок растет. И поэтому мы вынуждены его менять. Растущий организм, очень интенсивный обмен и интенсивные иммунологические реакции, они приводят к тому, что у детей вот эти вот имплантаты, они подвергаются дисфункции значительно раньше. Разработку медики уже испытали на крысах и нескольких десятках свинок. Специалисты утверждают, подопытные животные чувствуют себя хорошо. Но чтобы ставить новые искусственные клапаны людям, потребуется еще не одно испытание. И на этом все о событиях уходящей недели. Более полная информационная картина на сайте Новосибирские новости и на нашем YouTube-канале. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok